18.30 по московскому и киевскому времени, собственно говоря, вот Джерри получает у нас тут дозу гранат, Норвег дальше продолжает работать, неплохо справляется, Расти хороший минус вместе с Зиро, молитвы по огромнейшему количеству у нас уже на точке Б, ну и бомбу можно спокойно поставить на дефолте. Кенте, отметим то, что с МПшкой работы в сторону дефолта красиво, еще и ХП достаточно много осталось, поэтому жить можно, Эра потихонечку выходит с Галилем, будет сейчас контроль, все, что у ХТА, кстати говоря, пойдет ли в этот смок, вот еще вопрос, типа на неожиданности прям так ворваться, Шалфия хорошая позиция, за тройка тоже увольняет игрока, остается Эра, по поводу него присутствует информация, под него открываются уже игроки команды Порс, и в итоге это первый раунд для фарзов, красиво, красиво, все было сделано, едем дальше. Суиджерри, 20 ХП у него остается, ну и легкий выход, возможно, сейчас будет уже у нас под точку А, Шалфий, очень хорошая позиция, Калаш используется активно, Калашик работает, тиммейты должны помогать, ну и в итоге остается один Эра. Ну, побольше бы людей еще бы осталось у команды Форрест, что, собственно говоря, у них всем этим делом наблюдаем. Шалфей на месте. Чат вообще живой? 800 человек на трансляции, никто в чате не пишет, вы чего в чате? В чате Шалфей получает у нас от Зиро, но здесь уже Кенси продолжает работать активно, и в итоге остается только один АМ. И с Юспика добить его, или ХАЕшки, ХАЕшка долго берется, ХАЕшка залетает у нас в молоко, ну и в итоге Кенси оформляет заключительный фраг. И Зорта залетает, все идеально, Расти, флешка раз, флешка два, слушаю, от ГЛов, минус по Джири, Норьва у нас сгорает на море, каким-то образом у него получилось это сделать. Вот Зорта отлетает от прострела через смачок прострелом, тут через угол какой-то, и в итоге остается только один Шалфей, и это второй раунд для атаки. Геймер Леджиан забирает себе двоечку, причем достаточно легко зашли, но Шалфей тут пока что просто пылесосит. Все возможно, гранатки подобрать, киты, если нету, и это двоечка, таким образом мы с вами уже потихонечку, полигонечку, возможно сейчас в более интересный раунд. Ну и теперь можно контролить ребра, контролить мидл, сейчас из апсов еще может выйти Расти, но Кенти по сути может его достаточно легко закрыть, или же нет, нет, апсы будет закрывать, хороший минус по Зиро, а есть ли кто-то эстиммейтов, по эстиммейтов здесь больше никого-то и нету. У команды Форс нужно будет стартовать, нужно по сути будет сейчас заново занимать какие-либо позиции, Эра стартует на 15, промахивается, его поджимает Джерри, Джерри неплохо тут подмолик поджал, в итоге Геймер Леджиан еще бомба не ставит, бомба ставится в Зорта, закрытой такой позиции, и сейчас нужно что-то придумывать. Чипик, Гэллов, Гэллов, М, хорошо, на реакции, граната какая, мало ли кто-то подойдет, АЕМ, дальше на шорт, минус по Жалфея, дальше нашивает в этот смок, Расти должен помогать, сейчас ее должен закрывать, черт, не получается это сделать, АЕМ нашивает, у нас куда-то при фаеру выходит, у нас не получается закрыть Норвия, есть у нас четвертый раунд для команды Форс, хорошо. Что, собственно говоря, они и сделали Норвия, достаточно успешное выбивание от команды Форс, учитывая то, что Гэллы так же и бомбы не торопились поставить, если так подумать, Джерри стартует неплохо, Джерри, хорошие два минуса, ну и теперь только бежать остается, Норвия получает немножко здесь плюшечек, прилетает к нему в гости как раз-таки пульки, АЕМ, Олик здесь горит, два ХП у него остается и просто бежать. Нет, хорошо, АЕМ у нас в апартаментах где-то был, ХАЕшка по нему не залетела, минус по Джерри, дальше, получится ли АВику сейчас сыграть, у нас уже здесь два опорника, Кенси открывает свою позицию, запрыгивает на бокс, идеально отыгрывает, не получается закрыть Исака, Зира выходит у нас и в итоге оправляет минус по Зорту, но получает флешку в глаза, теперь нужно просто в закрытую поставить бомбу, и попробовать как-то отыграть этот момент, дропнул оружие, свапает на АВик, Молик сейчас прилетит под ноги, нужно аккуратно действовать, зумится, это инфа для Шалфея, Шалфея нужно уже выходить, помогать своему тимуэту, минус по Норвию оформляется хорошо, Зира, на последнюю работает, АПСЫ! Услышал, увидел, почувствовал своего соперника, но все же минус залетает, и в итоге это диффуз бомбы, АВик забрать, АВик, АВика, 4 ХП, ну и теперь благополучно отсюда отойти, еще и ХАЕшка залетела такая вот, неплохая Джеррио, живо, хорош, Зорту помог, 9 ХП остается у Джеррио, старт начинается под позицию Б, но сейчас будет закрываться Банан, со спины от игроков команды Форрес, Банан также будет закрываться и с позиции Б, Зорту выходит, Норвию пропускает своего одного оппонента, минус раз, и локоповар добивает, АВик заберут, все будет хорошо. Класс какой-нибудь, хотя здесь гал... И Gamer Legion сейчас будут думать, точка А или точка Б, но на точке А сейчас должен быть двойной пропик, хороший минус, отзор, ой-ой-ой-ой, 2 ХП, Аккуратно, до последнего работает сейчас в районе балкончика, ну это прям везуха полноценная для игрока команды Форрес, 2 ХП, хорошо, отошел, с АВиком работает, тиммейты есть со всех сторон, плюс инфа есть, то что где-то в аппаратах находятся игроки с Макима у нас уже пошли от команды Gamer Legion, и... Генти, хорошо, и еще бы закрыть, у Зира остается 22% ХП, плюс тиммейт, который находится сейчас по точке ХП, мог бы сейчас подловить Норви, но этого не случилось, и теперь Норви спокойно в районе Б2, смог пошел, ну, кстати говоря, неплохой раунд может быть для Гэллов, если сейчас Норви свою позицию отдаст Норви и увидел всех идеально, идеально просто вот на экран все игроки команды Gamer Legion к нему запрыгнули, и это получалось только делать, Кенси, нашивает, неплохо, Молик пошел, смачок здесь лежит, хорошая позиция у Джерри, но тут его должны проконтролить, Расти, под Молик у нас вышел Джерри, Шалкейн также продолжает работать, еще бы фраг один от него залетел, Кенси, идеальнейшая позиция от него, эра, но все же прочекал, да, идеально вышел из клайнда, килл сделал, бомба ставится у нас в уголочке, сюда Молик сейчас... И Кенси идеально голову нашел, тут еще и Зира у нас открывается, и Кенси, Кенси бежать с Калашом, агрессивно решил остаться здесь, Зорто, хороший минус по вере, Кенси все же погибает, но Зорто продолжает работать со своим деглом, в итоге бомба у нас дропнулась в районе шарта форзы, моментально стартуют опорники, которые находятся у нас на точке Б, и одну голову увидел, второе тело заметил, бомба уже подобрана, Зорто пока же продолжает работать за боксом, друг друга увидели, хороший минус от Зорто, еще бы с Дегла раздать, хорош, минус 4 от него, Джерри, хороший минус по вере, Джерри прям нормально, кстати говоря, банан разносит под флешку, идеально все как-то вот так отыгрывается, от него Джерри вместе тут уже... Норвиз своей ХЕ-шкой помешал, Джерри мог бы еще один фраг оформить, но хорош, пробил банан, немножко расшатал игроков команды GamerLegium, причем там 54-21% ХП, и сейчас Зиро может 100% погибнуть, но все. Прокодственные игроки у ГЛов остаются, один из них достаточно далеко, сейчас возможно нужно стартовать куда-нибудь, типа фейковать по точку П и убегать на точку А, но в итоге АЕМ у нас погибает и дропает бомбу, нужно возвращаться теперь Исаку куда-то обратно под мидл, в него уже здесь могут быть Зорто, Зорто в него попадает, это девятый раунд для команды Форс, хорошо, АЕМ. Молик есть, чтоб Джерри какой-нибудь не поджимал, Шалфей снова агрессивно у нас под мидлом, снова не получилось реализовать этот агрессивный мидл, и в итоге Джерри работает, Зорто, там прям вот идеально могло быть, идеально можно было подловить своего соперника, Кенси, работает, бомба лежит у нас где-то в районе полтора, Кенси, заметил Леногу, но тут уже самолично прочекает, есть ли папа по поводу двоих игроков на миде, действительно такая инфа присутствует, АЕРА вопрагивает, Джерри выходит у нас под мидл, дальше хороший минус еще и Пайри, остается только один Расти, и Расти у нас хорошо, Зорто контролил спину, потому что там лежит смок, мало ли оттуда может выйти, но как бы Зорто в такой достаточно открытой точке сидел. Плюс-минус Фарзы чувствует, пошел поджим банана, собирается инфа, потому что на банане вообще никого нет, собирается информация по поводу КТ, на КТ тоже пока что вроде никого нету, и в арках никого нету, то есть плюс-минус, скорее всего, это будет только на точке, здесь у нас Шалфей работает, минус один управляет, ну дальше пошла приемка Джерри с Галашом, Кенси у нас от Плентая, в итоге это минус Пайри, это один у нас под КТ, Шалфей есть минус, раз, Расти работает, сейчас неплохо от водокачки, справится ли, или это будет разворот на точку А, где находится единственный напорник, АЕМ у нас погибает, ну и в итоге Фарзы разворачиваются обратно на точку А, бум, поставят 12 раунд, плюс-минус для них уже с ЧТ. Хорошо, не проконтролил право, но успел среагировать хотя бы, до Албери это работает, Норвич сейчас на голову к нему будет уже запрыгивать, 18 патронов у него есть, пошла работа, хорошо, Расти, хороший килл, ну и теперь еще хэдшотик, Норвич просто нужно сейчас халдиться, просто бегать, просто прыгать, нет, все же Норвич у нас решил погибнуть, но отметим то, что у Расти нету китов, он сделал минус 4 в этом раунде, но бомба будет делать бум, и главное сейчас Расти не подорваться, учитывая то, что 12 у него остается на точку А, решили они вот так вот прям расположиться, Зира, вообще в целом Фарзы как будто бы планировали через арки снова набавить, знаете, такой, понимаю, хороший шелфей, Расти, идеально сыграно просто сейчас от Фарзов, дернули Расти, чтобы он как раз таки перевел свой прицел, и идеально спинку ему уже нашили обратно, двоечка, Исак, что по поводу китов, киты-киты-киты-китов нету, команда Гебри Леджин, они в любом случае уже сейвят свое оружие, осталось только Исаку куда-то уйти, как-то хотя бы попытаться, да, учитывая то, что у него второй армор, у него смок, у него маг-10, у него дигл, который по сути он может тоже прокинуть своему тиммейту какому-либо, ну и... но, правду, у Гоу-ТВ и так очень много различных проблем, это стоит отметить, вот это вот, когда прицелы пропадают, Исак, минус Аджеря залетает, Расти работает на ЗБ2, но тут же его увольняют с этой позиции, из-за Б1 было, или между Б1, Б2, где-то тут он как раз, я-то прошел фейс, Галильев выходит, два соперника против него, работают на КТ, и бомба ставится как? Бомба ставится на дефолте, отлично, и модеры в чайне, нужно уже потихонечку стартовать и делать какие-то киллы, чтобы как-то было проще играть, ситуация 3 в 3, Кенси в темке, это дабл позиция от команды Форс, дабл позиция обычно выигрывает раунды, Кенси минус по Зира, минус по Эре, остается только один АЭМ, но АЭМа будет более-менее хоть нормальное оружие, выходит Форзы в ледочек, это 14 раунд для них, Закуп, вот, уже начинает свое движение, ну то есть вот то самое, о чем мы с вами говорили, кто-то из игроков в обороне дернется сейчас, это у нас произошло, АЭМ минус по Зорте, флешка пошла хорошенькая, фантастическая, залетает по всем игрокам команды Геймрилейджиан, флешки от команды Форс, и в итоге Форзы отправляются на сэх этого оружия, которое у них есть, потому что они понимают то, что они уже на точку А не зайдут, они понимают то, что за что просто, флешка пошла, Молик есть, агрессивненько, сейчас на тыке девятом, прям Джерри подсадили, Джерри хороший минус по Расте открывается, так же Исаак подгорает, там Норвиг, каким образом Норвиг живи, но все же сгорел, а может быть надо было хотя бы Смок попытаться скакануть, типа там плюс-минус, может быть как-то бы жил Исаак, на плюсе, остается только Шалфея, у него в руках находится калаш, Молик залетает с одной стороны, Молик залетает с другой стороны, откидывает Смок в спину, залетает дополнительно Молик, хороший минус от Шалфея, если бы еще получилось АЕМа закрыть, то была девушка нулевая, потому что вас тут очень много людей, и вы видите тоже достаточно много, промо хотера, Молик пошел, Расте, вместе с АЕМом хороший минус, закрывается так же у нас еще и мидл, но и в итоге остается только Кенси, Молик здесь горит, и он здесь и остается, Ешка может быть сейчас еще тайминговый залетит, начинает свапа позиции от опорника, Шалфей погибает, начинаем выход, после этого килла Фарзе уже должны по сути забегать, 25 секунд времени нужно что-то придумать под позиции Б, ИСАК подгорает на Молике, ИСАК минус под Джерри, флешка хорошенькая залетает по игрокам команды Форрест, но реоформляет минус по ИСАПу, АЕМ очень хорошая позиция, и очень хороший выход от игроков команды Форрест для этого игрока, потому что можно путь есть, у трех игроков по 10 тысяч, это реально очень жестко, и это очень круто для команды Геймер Леджиум, проблема заключается в том, то что Кенси делает раз, и почти получилось у него еще и Расти, закрыть Расти, на неожиданности такие раунды надо выигрывать, действительно, Зорта стартует у нас, а бра, нужно в 3 человека выбивать, 2 калаша есть у команды Геймер Леджиум, Шалфей в закрытой в тюрьме будет у нас работать, тут по сути надо исполнять через Зорта, но Шалфей открылся, Шалфей погибает, Зорта хороший минус, сейчас будет свапаться, флешка пошла от него, флешка залетит или по Расти, ну плюс-минус залетает, но и Зорта тоже попался на флешку, вопрос, его ли эта флешка была, или игрока команды Геймер Леджиум, Зорта идеальнейший точку занимает, еще может какой-нибудь авиак, причем, как бы террористический дом никто не контролит, у команды Форс, плюс-минус, неожиданностью может оказаться нулик в спине, Эра, минус по Шалфею, Эра очень хорошо от медла работает, стоит отметить, достаточно много киллов, он с медла оформляется, с помощью своего авика, прям хорош, АЕМ, минус по Джерри, ну вот, раунд с горя пополам, получился команду Форс забрать, сейчас будет, наверное, у команды Форс, то есть, плюс-минус, там может сейчас какой-нибудь, этот калаш, прилететь в руки Кенси, хотя Кенси уже по КП, тут, да, летальный исход, в итоге у Кенси, Шалфей выходит на спокойно, и контролит, балкончик, в него уже два человека, команда Геймер Леджиум открывается, то есть, здесь три опорника находятся, и вроде как Форсы действительно планируют выходить, именно под эту позицию, Эра, выходит под Бидл на 15, одного пропустил, но, прям, чувствует, Эра реально чувствует своих оппонентов, прям так смотрит в них, ВХ что ли? и на пистолет сейчас, хорошо, на префайре, хорош, плюс Диггл, снова минус 4, этот Молли, кстати говоря, может сейчас и игру выиграть, команде Форс, на самом-то деле, Расти, есть минус, должен сейчас просто сносить, всех своих оппонентов, но ХП не так уж и много, бомба ставится, на дефолте, нашивает у нас ИСАК, но, в итоге, не получается опорить, никакой минус, 3-4, как команда Геймер Леджиум, Норви у нас продолжает работать в спине, и бежать, 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 но плюс-минус, этот Молли мог бы притормозить, игроков команды Форс, плюс-минус, он мог бы их пробить до, какого-либо ХП, до Красна, вряд ли, конечно, да, но вот вопрос, как бы действовали бы Форзы под этот Молли, но продолжаем смотреть, ИСАК есть минус, Кенси есть инфа по поводу него, но ИСАКа, уже он как бы не в позиции, это 16-й раунд для команды Форс, и пошел Ротс какой-то жесткий, поздравляем Форзов, все же они вытянули, карту Инферно, Молли Круина, да, да, но сейчас нам продемонстрируют, туточки, ИСАК, работает у нас от Шорта, прилетели, если какой-то смог, или же будут лицом, чекать игроки команды Форс, бомба ставится в закрытую, плюс натопали на воде, плюс дали инфу, то что Шорта, возможно кто-то да придет, и в итоге Зира у нас уже погибает, Зорта контролит до последнего Шорта, пошли игроки команды Форс на девятку, здесь уже и Хлпу можно поджимать, Норве, хороший минус по АЕМа, может забрать еще и Юспик, или что-то типа того, Шалфей не проконтролил, хорошая такой достаточно позиция, которую по сути должны игроки контролить, но никто туда не посмотрел, и Зорта не получается закрыть сейчас одного из своих соперников, это тот самый ИСАК, все же получилось это сделать именно у Зорта, остается только один Эра, и Эра будет погибать молодым, скорее всего, да, четыре человека на него могут сейчас прилететь, и это и происходит, в первый раунд для команды Форс пистолетчик они себе забрали, и посмотрим сейчас, ну и уже дал минус, здесь уже и Джерри двоих сейчас можно закрыть легко, причем реально очень легко, и остается АЕМ, сейчас у нас на точке А в руках, у Дигл присутствует, хорош, не спушал Фей, а может быть еще кому-нибудь раздать получится, но в итоге 51% ХП остается у игрока команды Геймер Леджиан, и нужно просто бежать, так же стреляю на пистолетки, я тебя понимаю, брат, иди сюда, обниму, я так же, да, стреляюсь на пистолетках, АЕМ, ой-ой-ой, вот это очень обидно, на самом деле, потому что, в глазах был огонь того, то, что сейчас вот-вот, АЕМ уже что-то захочет сделать, и сейчас он как выйдет, и как даст, но идеально просто, от игрока команда Форс залетела по голове своему оппоненту, и в итоге это уже будет второй раунд для команды Форс. Ну, посмотрим, что будет далее, что будет в конце, как говорится. Какой-то хедшот, конечно, в итоге по нему, и прилетает хедшот от Эра, между прочим, хороший минус, по Кенте, причем используя Юспик, но здесь Зорта продолжается уже накалять, с помощью своего Галиля, там уже в чат, кто что-то допишет, судя по всему, привет, это Зорта передает. Красиво. Исаак, Зира, с 5-7, выходит, но по стрельбе там чуть не пошло, прицел в какое-то мгновение, да, еще улетел, вроде плюс-минус как-то пытался стрелять как надо, но, летит, ну, на самом деле, ну, конечно, на каждой карте еще важно, чтобы у тебя авик включался, на каждой карте очень важно, чтобы у тебя каждый тиммейт включался, это в любом случае, ну-ка, в авик, но верпассе, это вещь хорошая, Зира вместе с Аемом просто на раз и на два раздает Гэлла по фарзам, оборона, эра контролит у нас сейчас, лонг, через душевую, ну, и, возможно, минскую, селетит, учитывая то, что фарзы не стали даже никакие флешки кидать, ничем такими не стали они заниматься, и в итоге, Расси надо стартануть, авик забрать, что, собственно говоря, и пока что одного, там уже подпирают именно со спины четверочка, там Исак тоже выходил, да, но в итоге Зира оставили одного, Зира найдет ли там сейчас какую-то голову или же нету, Аема остается 28% хп, Зира уже запрыгивает у нас сюда, Исак развернулся идеально для себя, в итоге минус по шалфе сделал, ну и Джерри проконтролил, ходит, Зорта минус по Исаку оформляет, ну и ситуация 4 в 4, Зорта шалфей пробитые, Кенси находится в районе шарта, возможно, сейчас мы слышим своим оппонентом Зира что-то как-то страйфануться, непонятно, в общем, что решил сделать игрок команды Gamer Legion, вроде как вышел, но как будто бы он решил страйфануться, но страйфануться не получилось, вот если сейчас сюда зайти к хаешке, то будет очень больно, но здесь у нас Расси, который может эту боль просто продолжить с помощью своего калаша, шалфей погибает, бомбы ставятся, ставится бомба, лоху, бомба игрокам, поэтому Зорта тоже достаточно легко отваливается, Норвей пытается хотя бы как-то займить своего оппонента, не получается сделать, Кенси у нас нашли, остается только Норвей, Норвей находит Эру, ну и сейчас жизнь этого игрока тоже уже должна заканчиваться, это 4-4, Сак, минус по Джерри, Джерри снова, ну плюс-минус той же самой позиции погибает, в которой он погибал нас и до этого, ай-яй-яй-яй-яй, ну ничего страшного, у Зира остается 43% ПП, причем очень агрессивно решил под этот Смог выйти, его заметили, и в итоге он погибает, и сейчас нужно быстро стартовать уже Фарзан, потому что мало ли опорники на позиции Б сейчас не в позиции, пока что здесь, Смог здесь все еще лежит, Молик залетает, Расти флешка пошла, Расти минус по новой, Зорта пока что не открывается под него, но в итоге Зорта отлетает, остается только один Кенси, у Кенси Скаут, напоминаю, Хэдшот он уже один оформлял в этом раунде, или же нет, или не он оформлял, кто оформлял Хэдшот? Кенси, промахивается, Надегл свапает, Калашик, Эмочка, точнее под ним, в рядочек выходят игроки команды Геймер Лейджон, но в итоге вот эта вот анимация Эмки, пока ее там возьмешь, пока то, Фарзы, получается, там забрали пистолетку, добрали плюс еще два раунда, и уже подряд проигрывают шесть раундов, таким образом, у Фарзов уже максимум луз бонус, таким образом, Фарзы, точнее, вот тиммейты, которые сейчас погибли, у Зорта и Шалфия не могут закупиться, то есть, next раунд для Фарзов может быть там через Калашики, Галиле и прочие такие вещи. Вот. Посмотрим. Команды, ну, как-то так, более-менее какие-то спокойные, более-менее какие-то последние тайминги выбирали для себя, да, здесь же сейчас Фарзы очень агрессивно уже играют, в целом, и стоит отметить, что ИГЛ очень агрессивно играет, Зорта снова у нас получают летальный урон, что-то как-то не туда смотрят игроки команды Форз постоянно, в тайминг как-то кто-то на лонг выходит из защиты, которая с авиком, и тут хотя бы чтобы бомба как-то прошла, сейчас с авиком, эра, каким-то образом промахнулся, но попал повторно, Шалфей на дефолт, пошла ХАЕшка раз, пошел Молик двас, и Шалфей даже бомбу не успеет поставить, это плюс еще один раунд бляк. Кенси, немножко подгораем, эра, продолжаем работать, флешка залетает в глаза, здесь уже вылетает Кенси, но Кенси не справился со своим тэком девятым, дальше АЕМ выходит, неплохие два килла оформляет, и в два человека снова, минута тридцать, снова минута тридцать, снова два человека у команды Форс. Вот это вот, само такое, то, что мы с вами смотрим, вот там у Форзов ничего не получается, потом Форзы перейдут в другую сторону, и начнут камбэк неистовывать. Такое, как бы, в истории каунтер-струйка мы уже с вами постоянно наблюдаем, во многих как должен закрыть зорты, но сразу не получилось это дать, в итоге Расти должен сейчас погибать, скорее всего здесь, что, собственно говоря, произошло. Если ты сразу не убиваешь своего оппонента, значит ты погибаешь. Это как бы, это, паттерн, эта теория работает всегда в КС-ке, если ты в легкой позиции не закрываешь своего оппонента, значит для тебя это верная смерть, и это в итоге четвертый раунд для команды Форс. У Исака у нас эмочка в руках присутствует, но просто посмотрите на деньги у ГЛов, они готовы к обороне, они готовы уже до последнего отыгрывать за КТ-сторону эта самая половина. Хорошо. Ну и тут уже растет, и он сейчас в бомбу дропнет. Раз. Шалфей уже выходит, но как бы шалфей не в позиции. Девяточка, выходить. И в любом случае про эту позицию не стоит забывать. Сейчас стоит отметить то, что ГЛа не поджимают лонг, да, как у нас бывало в некоторых раундах, что игрок выходит, в итоге Расти. Минус оформляет по Зорту. И Расти. Хороший минус по шалфею. Это еще и бомба на лонге. Выходит, контролит шарта. Найдет сейчас Расти. Уй, да ладно, да как такое случается, Джерри? Идеально на пропрыге работает на Морик, залетает уже в сторону монстра. Остается три человека у команды Форрест, плюс еще и Джерри там по ХП посадили до половины уже. И это пробимся, норме. Топнул даунфут. Джерри здесь. В изящнейшем таком прыжке жизнь Джерри закончилась. Так, 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 так. Там Роск сейчас поедет. Продолжаем смотреть. Кемерлет же начинает на ЗТ сторону. Форзы начинает с ЗКТ сторону. Норви здесь. Здесь уже и Зира на месте. Тоже Зира минус по Джерри. По тому самому Джерри, который достаточно часто у нас погибал. Норви минус два от него. Зорта. Неплохую позицию сейчас будет использовать. Но и в итоге стычка в коннекторе происходит. Получится или закрыть Исака? Нет. Случается в том, то, что игроку на девятке будет очень тяжело. Потому что к нему в гости сейчас форзы в любом случае придут. Вопросом будет ли халдиться или будет делать пилы. Минус раз. И... Норви, Норви. Патрон заканчивается. Норви. Минус четыре от него. Сорок три процента ХП имеется. Имеется также первый армор. Пока что китов я не наблюдаю. Ну и хорошая позиция у Исака. Норви его контролит. Но и все же не получилось заиметь. Это двенадцатый раунд для команд геймера Лейджон. Норви почти получил застащить. Было бы очень красиво. Зира в районе фонтана. Но у нас есть Кенси, который на ланге. Который сейчас может двоих своих соперников закрыть. Или же нет. Жерем. Есть килл. АМ стартует. Остается Кенси. Но АМ может успеть хотя бы бомбу поставить. Плюс-минус для экономики. И сейчас надо от инкассации как-то работать. Но вот вопрос. Будут ли его ожидать здесь сейчас игроки? Кенси погибает. АМ в районе инкассации. Ну и Норви тут уже как бы времени не хватит. Ну, хотя бы килл получилось оформить. Это тринадцатый раунд для геймера Лейджон. Ляп. Надо что-то сделать под точкой Б. Смог есть. Шалт Би. Стартует. Стартует. Зира от него. Исак на ходе килл для себя любимого. Остается три человека у команды Форс. И вроде как Гейл продолжает выходить на точку Б. Не будут они разворачиваться. Учитывая тоже смоков. И так что очень много Норви. Получает Морик. Но пока что не прогорает. Вопрос. Нет. Не забьют на эту позицию. Норви у нас погибает. Остается два человека у команды Форс. Один из них имеет Фомас. Другой имеет Дигл. Кенси. Кенси. Со второго раза вроде как получил закрыть. Получается закрыть также еще и Сака. Может получиться закрыть и Аема. Собственно говоря это и происходит. Остается только один Зира. Зира на шарте. К нему в гости еще и прилетает и Смок. В итоге Зира не в позиции. И неплохо. Вот это было сейчас неплохо. Ну были все шансы у команды Геймера Леджи на этот раунд забрать. Сейчас все зависит от Зира. У него есть Смок в руках. Смок пошел в уголочек. Уже натопал достаточно. Под Шорном как-то вот так же и не открывается. Минус по Кенси. Хорошо. Зор-то здесь. Зира. Ну как вот не ожидал. Ах, играют. Не нужно с этим что-то им будет сейчас придумывать. Залетает еще и ХЕшка неплохая. Шалфей. Подлом стартует. Одного из своих соперников видели. Прогнали у нас Эру с этого раунда. Расти уже в районе шариков. Расти хорош минус по Кенси. Получится ли до этого оружия добежать? Нет, не получится. Бригданс пошел. Ну и в итоге Зира тоже погибает. Все шансы? Шалфей вместе с Зортом контролят лонг. Но надо ожидать туалеты. Учитывая то, что по зигзагу уже Гебри Леджиум потихонечку здесь ползут АЕМ. Получается смогут за Шивера. Ну и в итоге контролят... Ну хотел проконтролить позицию, да. А Зорта уже вышел с иной точки. И это еще один раунд для команды Форс. Быстро провожают. Да, вот все. Уже должен убедиться, что там никого нету. Может туда не смотреть. Ну вот и Джерри под него выходит. Джерри есть килл. Дальше пошла пристрелка. Шалфей вылетает у нас через монстр. Здесь у нас также еще и Норви. И в итоге это очень агрессивный игрок за защиту Форзы. Это Джерри. Ну и Джерри в итоге минус по Расти. Откроет сейчас под мидл. В итоге на миде его закроют. Но в любом случае это большинство для Форзов. Плюс Кенси еще слонга. Плюс у него есть информация по поводу того, что игрок находится где-то в районе шариков. Игрок его не контролит. И Кенси совершает фраг. Был получен покидать свою позицию. Сейчас не в интересах команды Форз терять экономику, которая у них присутствует. Сейчас нам очень важно ту экономику, которая у них есть. Наращивать, наращивать, чтобы у них создавалась экономическая подушка. Учитывая то, что с Косковскому и Киевскому времени. Будем мы с вами смотреть за двумя проигравшими командами. Кто эти команды будут пока что? Я. Зиран. Есть минус Пашалфея. Норвив выходит. Приточка получится ли двоих забрать. Получается это сделать. Причем Норвив там еще жив. Цел Орел. Кенси выходит у нас повторно. И сейчас будет спичка. Спички у нас не происходят. Это снова четыре человека для команды Форз. Все пока что хорошо. Покинет свою позицию. Главное, чтобы ХП тут не потерять от какого-то прострела. Подсадит еще тиммейта. Зорты. Ой, как больно. И Зорты бежать, бежать, потому что сейчас уже могут из туалетов зайти. А из туалетов и зигзага могут подаводить игроки атаки. Зорты минус Паэрия, но все же Исак находит гилл. Исак дальше будет продолжать работать со своим тэком девятым. Ну, в итоге Кенси где-то в районе лонга. Этот самый лонг будет закрывать. От уголочка аккуратно отыграть. По таймингу выйти, бомбу дропнуть и второго своего оппонента закрыть. Хорошо, подсмок. Как будто бы чувствовал прямо-таки. Аккуратно нашивает. Никто у нас там уже пошел. Норви запрыгивает на железку. С этой решетки будет сейчас раздавать. Найдет Левазиро. Идеально находит. Причем еще и ХП очень много остается. И еще и подсмок растворился этот. Красиво. Кинуть. Да, игрокам команды Форреста. Но у них гранат. Одна гранат. А нет, у них сколько? ХЕшка и флешка есть. Это все, что могут похвастаться. Сейчас Форзы. Там Шунджеря хорош в позиции. Моб как-то открыться. Есть минус от него. Второго не получается закрыть. Но есть минус также от Зорта. 15 секунд времени 14. Бомба дропнулась. Шалфей у нас погибает. Зорта не в позиции. Зорта будет сейчас погибать. И в итоге это 14 раунд для команды геймер Лейджион. Ну, кстати, ни одну не делали. За ТС сторону вроде как на воду даже не подсаживается. Зира. На вылете. Вплотную выходит Норве. Есть минус от Зорта. Красиво. Прокидывается также ХЕшка. ХЕшка залетает. Нисколько урона она не сносит. Зорта отлетает моментально от Расти. Ну и Расти сейчас проконтролит воду. Здесь есть Джеря, который получает урон с ХЕшки. И его спокойно добивает АЕМ. Шалфей надо отправляться на сейв. Друг мой, просто беги. Как-то хотя бы убеги. Хорошо. В 15-м попытаются сейчас как-то там как-то укрыть. Как-то перенести эту ЭМ-очку. Причем у него Каба-киты. У него ЭМ-ка. У него гранаты. И все это очень хочется. Шалфей. Хорошо. Проконтролил спину. Плюс калаш сейчас можно будет забрать какой-то. В итоге АЕМ. АЕМ тоже погибает. 12 раунд для команды Фокс. Что есть у Геймер Лейджон? У них достаточно хорошие гранаты, чтобы сейчас попытаться как-то выйти хотя бы в бомбу поставить. Но Джерри уже тут как тут. Минус по Расти, минус по Исаку. Шалфей. За колонной. Флешка залетает в глаза. Шалфей. Дальше получится ли что-либо сделать. Диро вместе с АЕМ и Ужав применяет свои минусы. АЕМ тоже неплохо справляется. Остается Джерри у нас сейчас на мосте. Там в случае чего еще возможно получится у тиммейт как-то помочь. Джерри погибает. И в итоге остается только Кенси. Бомба ставится. Кенси не в позиции. Это 16 раунд для команды Геймер Лейджон. И таким образом счет у нас становится 1-1 по картам. Так что отправляемся с вами на отдых. Тихонечку образовалась эта мапка. Так. Надо вас включить на телефоне. Зира получает свою дозу флешки. Здесь же уже у нас выходит Шалфей. АЕМ продолжает работать по главным своим оппонентам. Неплохие хедшоты. Здесь как-то не особо удачно Шалфей стал на прицел к Кенси. Назовем это так. В итоге Кенси пришлось ожидать немножко урона под своему тиммейту и Кенси у нас тоже пал от Исака. И в итоге что-то типа того куда же планируют игроки команды Форс вообще в целом выходить. У нас заход начинается уже на позицию Б. Потеряли бомбу на шарте. Что не есть хорошо. Норвий выходит через Джангл. Минус по Расти уже опромет хорошо. Эра работает за бунтом. Слышит передвижение одного из своих соперников. Минус по нему подбирает Эмку. Джерис стартует у нас моментально по точку А. Но сейчас его джангл уже должны закрыть скорее всего. Да. Зира у нас делает вот этот выпад. И это уже двоечка для геймера. Два кабай такой сообразный от команды Форс. Имеется гранатки. Имеется пистолетики. Ну и завтра вместе с Кенси уже делает свои киллы. Наверное находит фраг по Кенси на пистолетах. Сейчас Форзы будут придумывать что-то здесь. Зира влияет уже фраг у нас поджили. И в итоге дальше Зира продолжает орудовать своей Эмкой. Продолжает уже раскидывать всех направо и налево. И Зорта сам не понял как он это произошло. Очень таймингово еще у нас Исака развернулся через мидл. Запрыгнул в окно и убежал как раз сейчас под дельпан. Учитывая то что Зорта у нас уже выходил и мог бы закрыть спину своего соперника но этого у нас не случилось. Исак уходит на сторону дельпана находится на этой позиции слышит плюс-минус передвижение своих соперников какие они позиции занимаются что мог бы ставиться Исака оформляет раз против него Зорта у которого в руках дигл есть у которого также имеется еще импэш как основное оружие но посмотрим что из этого выйдет залетает флешка в небеса Исак продолжает у нас пока что активно работать упрыгивает в сторону дельпана и третий раунд для команды геймер леджер еще где-то обнаружил для себя в итоге сделал заниматься Исак уже минус по норме залетает флешка раз флешка два там уже четыре флешки залетели в общей сложности Исак продолжает работать активно очень неплохо исполняет Шалфей это еще жизнь хотя бы карта кенси почти получилось закрыть еще и зеро остается поднял Шалфей Шалфей уже не в позиции 4 раунд для команды геймер леджер ушел вопрос куда он ушел он ушел для нас на дельпан но вот для азорта куда же он отправился флешка смог залетает также флеша под яму зеро есть скилл от него дальше аем здесь уже у нас на лавочке второго а еще бы третьего тут даже еще бы оставшийся игрок команды форс тоже закрывает в итоге 5 человек для команды геймер леджер остаются в этом раунде пока что ну сейчас ну кстати говоря сейчас как даст все мне кажется фраг оу май минус атера хорош кенси у нас погибает ну и сак сейчас будет разворачивать двоечка пошел поджимать телевизор находится у нас в районе джагла у него есть авик в руках если здесь какой-то смог он сам прокинет ничего страшного джерри закроет своего соперника закрывает ситуация 3 в 3 бомба ставится под яму плюс коннектор расти в спине раз два и инфу по поводу джерри также можно собрать смог прокидывается флешка возможно сейчас какая-то залетит или молик что-то подобное молик залетает флешка от джерри но ему остается только на и смотришь в сторону явы возможно возможно на какое-то мгновение как бы этот авик и должен был чекать коннектор просто ну вот по таймингу он отвернулся расти находится в районе ладрума зорта уже минус по нему опрямляет дальше троечка это у нас исак зорта отвернулся на другого из своих оппонентов но в итоге тот и погибает неплохо аем находится в районе дельпана зорта здесь 10-13 сейчас могут еще и шарта закрыть учитывая то что шарта уже стартует исак исак получится ли закрыть зорта зорта там прыгает как-то с бомбой бомбу будет он ставить на дефолте а здесь есть аем аем должен закрывать джерри должен закрывать плохо полос своего соперника бомбу успели поставить это все равно седьмой раунд для команды геймер лейджо два человека команда форст через через полос будут сейчас выпрыгивать они будут выпрыгивать и скорее всего это может быть для них еще и смерть джерри выходит джерри погибает от расти есть еще дополнительный игрок команды форст плюс норвий у нас находится в районе коннектора коннектор не контролит аем аем погибает норвий в районе коннектора и зира есть скилл от него норвий здесь 8 раунд для геймер лейджо какие-нибудь раунды проводить давайте посмотрим сколько мы еще можем проигрывать что-нибудь такое молик у нас пошел по коннектор подсадка на кирпичи происходит аем аем со стрельбой вроде как пошло в состребу пошло шикарно минус 3 уже оформляет этот игрок плюс зеро еще находив враг для себя остается только один зорто зорто здесь с глоком сидит и пока что ждет что-то дождет но в итоге это 9 раунд для геймер лейджо шалфей прокидывает молик на дельбан исак дернется исак дергается понимает что возможно это будет выход на позицию б и должны плюс-минус ожидать то что зорто может быть савиком зорто вроде как и делала килл савика но в итоге это уже второй килл для него в этом раунде зеро учитывая что позиционка у зорто такая себе и ну зеро сейчас может просто выйти на прицел это будет чревато для его жизни что собственно говоря и происходит тысячу игроков то и нету в этом все дело то что вы можете как бы выигрывать прям в ноль ну как бы джерри неплохо на морике подгораю на 52 хп остается и можно здесь уже будет занимать и дичин эра может сейчас спокойно отлететь потому что он тут уже чисто понимаю ну тут в итоге эра вышел под мидл решил агрессивно посмотреть в сторону мидла но его нашли с коннектора да кенси находится в районе коннектора возможно получится закрыть минус позира оформляет на развороте зорта минус по эре исак холдится еще до последнего минус оформляет бомбу все еще на руках у зорта и в итоге бомбочку он ставит и остается у нас аем на сейв своего оружия или же пойдет в общем вопрос нет вроде как захотел он это сделать но передумал и это или идет может не надо это плюс раунд для команды форс силу придется еще и там тратить джерри хорошо вместе с кенси разобрались сейчас эру можно тоже накрыть остается только один из сак который находится в районе метро зорта ай ну судя по всему зорта должен делать килл сейчас и зорта ведь действительно делает этот килл плюс дигл красивый плюс раунд не станет никуда кенси пошел молик эра на последнем контроле сейчас мидл решил вот таким вот фликом раздать аем есть минус от него эра находит на шалфе плюс есть информация для зеро зеро поэтому информация работает сейчас надо холдиться от этого молика молик у нас до последнего никто не проверяет но ремь прокинул молик и не стал дальше контролить все что там происходит под деревом повернулся скажем так ну и тут как-то вот по таймингу выйдет ли сейчас как-то аем в спину посмотрит ли зорто да зорто посмотрит зорто промахнется кенси проконтролил аема инфа по поводу зеро присутствует ну и зеро может сейчас неплохие такие хедшоты раздать норвия в районе головы у нас находится эра на пропрыге запрыгивает он на этот бокс завершает он жизнь и растя выпрыгивает как изящно выпрыгнула красиво шалфей минус поэму ну и вот единому кулаком фарзы будут сейчас через дельпан работать смог у нас пошел исак на позиции контроль от одного контроля второго норвия у нас другую сторону побежал ну и шалфей чисто будет погибать уже от ножа своего соперника но попытка была неплохая шалфей все еще на лавочке норвия все еще в смоке но здесь аем дочекал все же а машину будем чекать с машины открывается норвия норвия хорошие минуса фрагмент наконец-таки его утихомилили есть информация по поводу аем залетает хорошенький хаешки по нему эра вроде как смотрел в сторону окошка но упустил возможность сделать этот фраг накаляет там спина уже заходит растя поэтому это в любом случае 14 раунд для команды геймер легион закуп смок есть прям гэл решили быстро или нет вроде как притормозили около лестницы я уже думал они в себя так поверили то что сейчас прям побегут на точку б новин о какой хороший минус отрате залетает шалфей здесь же истаг в итоге оформляет этот килл и фарзы могут уже задуматься по поводу того чтобы уйти на сейв очень легкий заход на точку б возможно даже это и нереально но плюс-минус виртус про нам доказывает что компэкнуть можно с любого результата плюс еще и зор тоже минус поема сделал зиро планет выходить через палас дерево будем контролировать хорошо минус поджере прилетает моряк у нас вот такой фантастический оттимейта есть по поводу кенси кенси у нас погибает зиро просто бежит и делает киллы он просто бежит и убивает закроет ли он сейчас он норью что он все равно притормозил отдышаться залетает хаешка у нас пошел клея прилетает смог хаешка от него также в на бокс бомба дергается и в итоге это 16-4 в пользу команды геймер легион таким образом эту вот три встречи они забирают себе в копилочку да неплохо можно так сказать даже геймер легион красавица не bisschen геймер не не zusи к геймер